И сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном продукте, а именно о перегородках грецких орехов. Оказывается, в них витаминов больше, чем в ядрах, но есть их нельзя. Они не годятся в пищу ни в сыром виде, ни даже после термической обработки. Чтобы вытянуть из этих перегородок все витамины, делают настойку. И в этом видео я расскажу вам, как это сделать. Из самых полезных веществ в этих перегородках есть йод, витамин А и витамин Д. Йод повышает работоспособность мозга, улучшает память, ускоряет метаболизм, повышает выносливость, укрепляет нервную систему, снижает риск иммунодефицита. Витамин А замедляет старение, улучшает зрение, способствует заживлению кожных повреждений, способствует росту новых клеток, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет нервную систему и много чего еще. Ну а витамин Д укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает образование тромбов, используется для лечения астмы и диабета, снижает уровень холестерина. Ну, собственно говоря, в нескольких словах, перегородки грецкого ореха борются с дефицитом йода, авитаминозом, очищают и укрепляют организм, предотвращают огромное количество заболеваний, я вам уже рассказала о каких, придают умственные и физические силы и продлевают нашу молодость. Особенно полезны настойки на перегородках грецких орехов для людей старше 40 лет. Есть огромное количество рецептов таких настоек, я дам вам два рецепта. Рецепт настойки и отвара. Для того, чтобы сделать настойку на спирту, нужно взять 30 орехов, из них достать перегородки, хорошо помыть их, измельчить ножом и залить 150 мл спиртом. Такую смесь нужно хранить 14 дней в темном месте, а потом можно применять 3 раза в день, утром, в обед и вечером по 10 капель. Ну, а для того, чтобы сделать отвар, тоже возьмите 30 орехов, из них выньте перегородки и залейте туда 200 мл воды. Доведите отвар до кипения и пусть он 10 минут покипит. Через 10 минут снимайте с огня. Такой отвар нужно принимать за полчаса до еды по 20 мл. Противопоказания. Спиртовую настойку нельзя давать детям. Ну, а в принципе грецкий орех нельзя тем, кто склонен к аллергиям, беременным, людям с пониженным давлением, с острыми формами гастрита, с разными кожными заболеваниями и с сильной свертываемостью крови. Очень рекомендую вам, друзья, попробовать этот целебный напиток. Он действительно помогает при многих заболеваниях. Ну и, конечно же, по традиции рекомендую вам подписаться на мой канал, нажимайте колокольчики, ставьте лайки и желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения.